Ну а мы с вами переходим к оперативной обстановке. Будем идти по порядку, чтобы не путать хронологию и факты, которые происходили. Итак, начинаем мы с субботы. Ночь на субботу противник атаковал нашу страну с воздушными средствами нападения и применил по территории нашей страны две баллистические ракеты «Эскандер» и 13 ударных беспилотников типа «Шахет-131-136». Пуски «Шахетов» осуществлялись из Курской области. В результате боевой работы зенитно-ракетными подразделениями, расчетами мобильных огневых групп сил обороны Украины и средствами радиоэлектронной борьбы воздушных сил, вооруженных сил Украины было сбито все 13 «Шахетов». Сбития происходили в основном в Кировоградской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях. Также по линии фронта, кратко скажем, за позавчерашние сутки враг совершил 112 боестолкновений и фактически по информации нанес по позициям наших войск и населенным пунктам два ракетных удара с применением двух ракет, 58 авиационных ударов с применением 76 кабов, а также совершил около 4000 обстрелов артиллерии наших позиций, прилегающих к ним территории. Из них 138 обстрелов было совершено из реактивных систем залпового огня. Применил 1041 дрон Камикадзе в ходе вот этих боевых столкновений. Также противник наносил авиационные удары в субботние сутки, в частности в районах населенных пунктов Харьковской, Донецкой и Запорожской областях. Суббота выдалась для нас очень тяжелым днем на линии фронта, в том плане, что из позитивного можно отметить. Наши войска продолжают оттеснять противника в районе населенного пункта Глубокое, на Харьковском оперативном направлении, на одном из плацдармов, на остальном направлении фронт стабилен, а вот на Купинском, Лиманском, Краматорском, Торецком и Покровском направлениях наши войска оставили несколько позиций, и противник имел частичный успех. На Купинском направлении в районе Песчаново, на Лиманском направлении в районе Макеевки, на Краматорском направлении в районе Калиновки и Часового Яра. В Часовом Яру они подходят вплотную, приближаются и выравнивают фронт по каналу Северский Донец-Донбасс. Вот то, что я вам рассказывал, то есть они выходят вот на этот наш новый рубеж обороны. Ну а в Калиновке они пытаются прорваться через канал, где он засыпан землей и вода спрятана в трубы, где есть проход по сухопутью. На Торецком направлении враг имел частичный успех в районе Железное населенного пункта, а на Покровском направлении там, как и предыдущие несколько суток, было рекордное, наибольшее количество боестолкновений, 49 атак предпринял враг на нашей позиции. Практически атакующие действия врага растянулись по всему оперативному направлению, по всей линии фронта. В основном, конечно же, атаки, большая часть атак была отбита, но в районе Лозавадская, Новоселовка-1 и Евгеньевка враг имел частичный успех и продвинулся вглубь нашей обороны. Наши войска оставили некоторые позиции в районе этих населенных пунктов. Но, тем не менее, наши войска выполняли в субботу, выполняли огневые задачи, как авиация, так и ракетные войска и артиллерия, Силы обороны Украины, и поразили два района расположения артиллерии противника огневых позиций, один зенитно-ракетный комплекс БУК, пункт управления беспилотниками, один был поражен, и 22 района сосредоточения личного состава военной техники, вооружения и военной техники врага. В общей сложности за субботу, за субботние сутки, вражеские войска понесли следующие потери на всей линии фронта. Это в личном составе 1150 человек, в технике и вооружении 125 единиц. Здесь включается вся техника и вооружение. Это что касается субботних суток. Ну и плавно переходим к сегодняшним суткам. И начинаем с ночи. Ночь сегодня прошла тоже неспокойно. Враг пытался наносить сегодня воздушные удары в течение ночи. Причем ночью, я так понимаю, была попытка обмана, в том плане, что они поднимали несколько бортов. Бортов поднималось намного больше в воздух, в том числе и стратегической авиации, и Ту-22М3, и МиГ-31. Но пуска в ракет было в течение ночи очень мало. Четыре ракеты было запущено с самолетов Ту-95 типа Х-101. Район пусков был воздушное пространство Саратовской области Рашистской Федерации. И также были пуски двух баллистических ракет Искандер-М. Район пусков был Курская область и Крым. То есть одна ракета с Курской области прилетела, одна ракета в Крым. По результатам боевой работы противовоздушной обороны были уничтожены три крылатых ракеты Х-101 в Житомирской и Черкасской областях. И ночной удар был больше направлен на Житомирскую область, опять же на инфраструктуру самого Житомира и расположенную в Житомирской области. Но на этом ничего не закончилось в плане воздушных нападений на нашу страну. И после небольшого перерыва в 8 утра были отбои по воздушным тревогам. А около 10 часов утра враг нанес комбинированный ракетный удар по Украине с использованием ракет воздушного, морского и наземного базирования. Причем удар был спланирован таким образом, что крылатые ракеты, которые летят со скоростью самолета 850-870 км в час, оказались над Киевом одновременно с ракетами баллистическими, которые летят со скоростью до трех махов. А некоторые даже больше, это по заявленным тактико-техническим характеристикам врага. То есть, скоординирован удар был настолько, что ракеты и крылатые, и баллистические появились в Киеве практически в небе Киева практически одновременно. Удар наносился под трем Днепропетровск, Днепр, Кривой Рог, Киев, и основная масса ракет была направлена на Киев. Причем, как вы видите по схеме, ракеты разбрелись сначала по территории, по воздушному пространству Украины, а потом, особенно из западных областей, практически до Тернопольской долетели, Польша опять поднимала авиацию на случай захода рашистских ракет в воздушное пространство Польши. Но потом ракеты развернулись на 180 градусов и начали приближаться к городу Киеву. Всего было применено 38 различного типа ракет. Из них 1 аэробаллистическая ракета «Кинжал», 4 баллистических ракеты «Искандер-М», 1 крылатая ракета «Три М-22 Циркон», 13 крылатых ракет «Х-101», 14 крылатых ракет «Калибр», очень давно они уже не применялись, 2 крылатые ракеты «Х-22», 3 управляемые авиационные ракеты «Х-59» и «Х-69». В результате того, что ракеты заходили одновременно на город и заходили практически с разных сторон, со всех сторон, будем так говорить, они практически окружили город и вот таким сжимаемым кольцом направлялись. Врагу удалось частично перегрузить нашу систему противовоздушной обороны, и ПВО смогла отбить только 30 вражеских ракет. 1 аэробаллистическую ракету «Кинжал» мы сбили, 3 баллистических ракеты «Искандер» сбили, 11 крылатых ракет «Х-101», 12 крылатых ракет «Калибр», 3 управляемые авиационные ракеты «Х-59», «Х-69». Но часть ракет достигла своей цели. Сегодня по Киеву были слышны взрывы с черным столбом дыма, и что самое страшное, как выяснилось, взрывы были направлены против энергетической инфраструктуры, о чем сегодня сообщала ДТЭК, и против жилых домов и детской больницы «Ахмадет». Очень известная больница, ее знает вся Европа. Это такой детский центр, который отстраивался на деньги у нас, украинцев. Там и государственные вложения, и частные вложения. Люди скидывались, собирали, потому что лечить. Это самая крупная в Украине детская больница. Там все виды отделений, и онкология, и от простых к самым сложным, скажем так. И ракета целенаправленно летела. Туда упала ракета «Х-101», там больше 300 кг взрывчатки в этой ракете. Она ударила в белый корпус, это старый корпус, двухэтажный. Находится он в таком полуокрушении, как нового корпуса, многоэтажного, который был совсем недавно, буквально пару лет назад, окончательно закончен, оборудован и заселен маленькими пациентами. Этот корпус очень сильно пострадал. Есть погибшие и раненые среди детей. Сейчас число уточняется. А вот ракета попала непосредственно в этот белый корпус, во дворе главного корпуса больницы. Там сейчас огромное количество сотрудников государственной службы по чрезвычайным ситуациям и просто неравнодушных киевлян. Люди разбирают завалы. Из здания, из-под завалов достают тела погибших, эвакуируют тех, кто был ранен. Картина ужасная. Русские фашисты умылись кровью наших детей. Причем больных детей. И понимаете, эта ракета не промахивается. Вот в чем проблема. Русские же рвут на себе тельняшку и кричат, что она очень точная. Что там буквально метры, коэффициент кругового отклонения. То есть какие координаты были введены в эту ракету, в ту точку она и упала. Сразу скажу по поводу версии, а и первое же заявление минубийства Рашистской Федерации было о том, что все ракеты достигли цели. Потом они когда узнали, что попали, ну как узнали, когда стал факт попадания в детскую больницу стал всемирно известным, и сейчас эта информация расходится по всему свету, то они начали выдвигать версию, что якобы упала ракета ПВО. Так вот, с криворукие, москали, скажу вам так, у нас нет тех ракет, как у вас, отказа до 30%, ракет комплексом С-300, С-400, которые падают. Падают на головы ваших же граждан в Курске, в Воронеже, в Белгороде, где вы применяете эти комплексы, особенно из-под Белгорода, когда вы их применяете даже не для защиты, а для нападения на тот же самый город Харьков. У нас ракеты западного образца, они не падают. И у них у всех есть система самоликвидации. Плюс, чтобы даже не было попыток извратить факты, Служба безопасности Украины и неравнодушные граждане опубликовали видео, где четко видно, как ракета, там даже на стоп-кадре можно определить марку, что это ракета Х-101, со стратегического бомбардировщика Ту-95. Она целенаправленно идет, она преодолела систему ПВО. Нельзя сказать, есть ли на ней повреждения или нет, имеется в виду, ну, судя по тому, что она вся целая, и она целенаправленно летит в здание на территории детской больницы Ахмадет. Также еще есть попадание, два, как минимум, попадания в жилые дома, где обрушил, в одном доме обрушился полностью подъезд, это пятиэтажное здание, хрущевка, в одном доме есть серьезные повреждения, и еще один дом, верхний разрушенный, выгорели верхние этажи. Повреждены три объекта энергоинфраструктуры, как заявила ДТЭК. Ну, чтобы понимали масштабы, спасательные работы ведутся в восьми из десяти районов города Киева. В восьми. Именно в Подольском, Деснянском, Святошинском, Голосеевском, Днепровском, Соломинском, Дарницком, Шевченковском районах города. В Соломинском районе на улицах находят части тел людей, которые погибли в результате взрыва ракеты. На данный момент по всей территории Украины, это данные МВД, погибших 28 человек, раненых 72. Ну, вы понимаете, вот пока я записываю этот ролик, количество погибших и раненых растет. Очень страшно услышать новости, что есть погибшие и раненые среди детей в Ахмаде. Кстати, в этом здании, в этом корпусе находилось отделение диализа, где детям чистили кровь. Ну, знаете, у кого почечная недостаточность, вот там проводят такое очищение крови, называется, по медицине называется диализ. Вот теперь из этого отделения больше нет. Там одни, пол здания снесено полностью, и там сейчас происходит разбор завалов. Завтрашний день объявлен в Кривом Роге, и в Киеве объявлен днем траура по погибшим. Число погибших в Киеве 17 человек, в Днепропетровской области 11 человек. Ранения, вот сейчас последняя цифра, ранения получили уже 112 человек, не 72, а уже 112 человек. Я вот смотрю ленту, бегущую строку, и количество раненых растет просто с неимоверной скоростью. Украина созывает срочное заседание Совета Безопасности ООН. Ну, я не знаю, что может сделать ООН. Это бесполезная организация, которая практически подчинена Рашистской Федерации, начиная с ее генерального секретаря и заканчивая, наверное, последним клерком секретариати ООН, которые отказываются предоставить документы, прячут их под грифом секретности, на каком основании Россия вообще находится в Совете Безопасности ООН, и на каком основании она пользуется правом ВЕТА в этой организации. Ну, посмотрим, что они скажут. Хотя, скажу так, что это не просто геноцид, это какое-то, ну, супер, наверное, огромное военное преступление, какой же надо было иметь цинизм, чтобы вносить в голову ракеты координаты детской больницы. Я уже не говорю о жилых домах, где находились граждане, ничего не подозревающие, и 9 утра. Кстати, довольно давно уже не было обстрелов в дневное время суток. Это город был наполнен людьми, люди ехали на работу 9 часов, и началась эта стрельба. Сначала прилетели ракеты, рев в воздухе, а потом начало работать ПВО по этим ракетам. Был действительно настоящий воздушный бой. Наши силы обороны и силы ПВО сделали все, что смогли в данной ситуации. Еще раз повторюсь, удар был комбинированный, мало того, что с нескольких сторон, плюс различные типы ракет, и они прилетели в Киев одновременно. Поэтому ПВО было просто перегружено задачей по обнаружению, выявлению перехвата этих ракет. Вот что произошло. Ну, а теперь поговорим немножко о военной обстановке, которая складывается на линии фронта. Там тоже события разворачиваются довольно интенсивно, и фронт, но сегодня, в эти сутки, фронт уже был более стабилен, чем предыдущие сутки, как я вам рассказал в начале. Итак, за прошедшие сутки на линии фронта зафиксировано 141 боевое столкновение. По уточненной информации, за минувшие сутки противник нанес по позициям наших подразделений и населенным пунктам вблизи линии фронта два ракетных удара с применением трех ракет, 80 авиационных ударов с применением 111 кабов, кроме этого произвел более 4000 обстрелов, в том числе 110 из них с применением реактивных систем залпового огня. Также агрессор наносил авиационные удары в основном по населенным пунктам в Харьковской и Донецкой областях. В результате этих террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные частные жилые дома, объекты и различные объекты инфраструктуры, в том числе и медицинские учреждения. В Харьковском направлении, по оперативным направлениям, на Харьковском оперативном направлении, здесь, наверное, надо сказать, что, несмотря на то, что враг продолжал наступательные действия, пять боевых столкновений произошло на Харьковских плацдармах, на плацдармах в Харьковской области. И в основном атаки, вражеские атаки распределились, это Липцы, Старица, Глубокая и Волчанск. Но надо отметить, что в Глубоком наши войска продолжают выдавливать рашистские войска из этого населенного пункта, медленно, но уверенно. И в Волчанске мы держим ситуацию под контролем и продолжаем, как уничтожать часть, зажатую в огневом мешке на агрегатном заводе в Волчанске, часть рашистских войск, так и зачищать потихонечку, дом за домом, зачищать сам город Волчанск от присутствия рашистских войск. Далее идет у нас Купенское направление. Тут 13 атак было предпринято противникам за прошедшие сутки. В основном атаки производились в районе Синьковки, Степной Новоселовки, Песчаново и Стельмаховки. Также большая часть атак была отбита нашими войсками, но, к сожалению, в направлении Петропаловки враг имел частичный успех и наши войска оставили несколько позиций. Противник продвинулся на несколько сотен метров вперед. На остальном оперативном направлении линия фронта остается неизменной. Наши войска отбили все атаки и удерживают занимаемые позиции. Далее идет у нас Лиманское направление. Тут 16 атак было предпринято оккупантами. В основном атаки производились в районе Невская, Грековка, Макеевка, Терны, а также Серебрянский лес. Но надо отметить, что несмотря на то, что количество атак довольно большое на Лиманском направлении, наши войска отбили все атаки. Противник, понеся потери, отступил на исходные рубежи. Изменений на Лиманском направлении в линии фронта не зафиксировано. Северское направление. Тут силами обороны Украины было отражено три штурмовых действия. В основном все три атаки были сформированы и осуществлены врагами в районе Верхнекаменского, где наши войска их и отбили, не допустив потери позиций с нашей стороны и нанеся довольно серьезный урон вражеским войскам. В результате чего вражеские войска отошли на исходные, понеся потери, отошли на исходные рубежи. Краматорское направление. Здесь немного снижения боевой активности. Пять попыток было предпринято со стороны рашистских оккупационных войск, прорвать нашу оборону. Это Калиновка, Григорьевка и Часов-Яр. Но вот в эти сутки, в отличие от предыдущих, изменений в линии фронта на Краматорском направлении не зафиксировано. Фронт здесь более-менее был стабилен на протяжении прошедших суток. На Торецком направлении тут враг совершил девять безуспешных атак в районе населенного пункта Северного и Торецкого. Но они пытаются прорваться. Здесь, я так понимаю, что сейчас, возможно, будет перегруппировка, возможно, будет усиление со стороны рашистского командования. Введут в бой новые силы. И на следующей неделе, на этой неделе, точнее, мы будем наблюдать взлет боевой активности на Торецком направлении в попытке прорвать нашу оборону. Что не скажешь про так, что Торецкое направление за прошедшие сутки линия фронта без изменений. А вот Покровское направление тут наши защитники отражали опять количество атак, которое возросло. 52 атаки осуществил враг на Покровском оперативном направлении. Тут штурмовые действия проводились в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Прогресс, Воздвиженка, Новоалександровка, Калиновая, Лозавадская, Новоселовка 1-я и Яснобродовка. Основная масса авиации и КАБов была сосредоточена именно на Покровском направлении. И артиллерию враг тоже применял без каких-либо лимитных ограничений. Огневое воздействие на наши войска было максимальным. В результате, при поддержке авиации и артиллерии, враг имел частичного успеха в районе населенного пункта Евгеньевки. Ну и надо отдать должное, что наши защитники практически удержали всю линию фронта на Покровском оперативном направлении, за исключением вот в районе населенного пункта Евгеньевки. И то продвижение расистских войск было буквально несколько сотен метров. Незначительное. Далее у нас идет Кураховское оперативное направление, где силы обороны отразили вражеские атаки вблизи Красногоровки, Георгиевки, Просковеевки и Константиновки. 19 атак было предпринято врагом. Ну надо, мы фиксируем, что в районе Красногоровки враг имел частичный успех и продвинулся буквально на несколько домов. Там бои идут в основном в самом населенном пункте и врагу удалось захватить буквально несколько, точнее даже не домов, там того, что осталось от домов местных жителей, за которые сейчас идут интенсивные бои. Так что, а вот на остальной линии фронта Кураховского оперативного направления ни изменений никаких не произошло. Все остальные атаки, которых было не менее 19, были отбиты нашими войсками и враг, понеся потери, отступил на исходные рубежи. Времевское направление. Тут 10 штурмов. Водяное, Константиновка, Макаровка. Попытки, но они на Водяное. В основном, основной упор российские войска делают на Водяное. Почему? Потому что там перекресток дорог, там проходит дорога, по которой снабжается гарнизон, в основном Глидарский гарнизон, поэтому они в надежде дойти до перекрестка, он находится он находится восточнее Водянова и, соответственно, перерезав эту трассу, они надеются нарушить логистику для нашего гарнизона в Глидаре. Но успеха противник не имел, понеся потери, отошел на исходные рубежи, поэтому линия фронта остается без изменений. Ореховское направление. Тут произошло 5 боевых столкновений, это Малая Токмачка и Работино. То есть это два самых таких активных участка последние несколько суток на линии фронта. В Работино мы с вами ситуацию уже знаем наизусть, как она происходит, они туда врываются, мы их там раскатываем и иногда бывает, что кто-то умудряется выползти из Работино, но в основном там они все и остаются, мы там их ликвидируем. Ну и в районе Малой Токмачки они уже давным-давно бьются об нашу оборону, пытаясь ее давить. С учетом малочисленности атак и в прямом и в переносном смысле и по количеству самих атак и по количеству штурмовой пехоты, которая принимает в ней участие, естественно, таков и результат. Мы отбиваем все эти атаки и линия фронта на Ореховском направлении остается без изменений. Пренепровское направление. Тут продолжают оккупанты пытаться выбивать нас с левого берега реки Днепр. 4 атаки было предпринято расистскими войсками за прошедшие сутки, ни одна из которых не выучалась успехом. Плацдарма продолжает сражаться, продолжает наращивать боевой потенциал и продолжает наносить врагу довольно ощутимый урон. И остаются такие небоевые направления. Это Волынская и Полесская. Здесь оперативная обстановка остается без существенных изменений. Завтра начинаются учения совместно белорусско-китайские учения по антитеррористическим действиям. Ну, посмотрим, на что они будут направлены и чем они могут закончиться. Ну, некоторые даже такое внезапное проведение учений совместно с китайскими войсками, некоторые даже связывают с тем, что у Лукашенко, самопровозглашенного диктатора в Белоруссии, у него резко ухудшилось здоровье. И дабы удержать ситуацию под контролем, там прибыли подразделения китайской народно-освободительной армии в качестве будем так говорить гаранта стабильности ситуации в стране в случае, если с самопровозглашенным лидером этой страны может что-то произойти. Ему, кстати, уже не первый раз, ему и на 9 мая на Красной площади плохо стало и он быстро покинул все празднества и не принимал участия в большинстве мероприятий, проводимых Путиным на параде в Москве. Ну и так из некоторых источников информации говорят, что у него довольно плохо со здоровьем. Посмотрим, насколько эта версия соответствует действительности. Учения начинаются завтра и мы будем за ними наблюдать. И остается у нас Черниговская и Сумская области. Здесь, к сожалению, противник сохраняет военное присутствие вдоль нашей границы, ведет огневое воздействие по нашей территории различными огневыми средствами, как авиацией, так и артиллерией. Также применяет диверсионно-разведетные группы с целью захода на нашу территорию. Мы ведем антитеррористическую деятельность и наша артиллерия пытается вести контрбатарейную борьбу с огневыми средствами противника, сухопутными. С авиацией у нас пока нечем там бороться, для того, чтобы предотвратить обстрелы нашей территории. По огневым задачам. Огневые задачи выполнялись как авиация, так и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины. Было нанесено 11 авиаударов по живой силе противника, поразили один пункт управления, одно средство ПВО, три района сосредоточения личного состава и техники врага, одну станцию связи Р-441 Ильня и одну радиолокационную станцию противник Г-Э. Вот такие средства были поражены в ходе выполнения огневых задач нашей артиллерии и авиации. В общей сложности за прошедшие сутки потери рашистских захватчиков составили в личном составе 1200 человек. В технике и вооружении выведено из строя как минимум 16 танков, 40 боевых бронированных машин, 29 артиллерийских систем, одно средство ПВО, один самолет Су-25, одну крылатую ракету, 31 беспилотник оперативно-тактического уровня, 47 автомобилей и 8 единиц специальной техники. Вот такие потери суммарно понес враг на всей линии фронта от Харькова до Олешек. И в общем такая военная обстановка сложилась на всех оперативных направлениях. Единственное что к этому добавлю, это слова командующего военно-морскими силами Украины вице-адмирала Ниш Папа в интервью для Ройтерс. Он давал интервью, он сказал, что это тоже у нас оперативное направление Крым, и нет, это я от себя добавляю, а командующий ВМС Украины сказал, что Россия теряет военно-морской центр в Крыму. По словам нашего командующего, Черноборский флот Рашистской Федерации вынудили перебазировать почти все свои боеспособные корабли из оккупированного Крыма в другие места. Но это факт, мы его констатируем. А его главный военно-морской центр становится неэффективным из-за атак со стороны Киева. Ну, кстати, уже штаб в Севастополе не действует, узел связи правительственной связи уничтожен. Штаб Черноморского флота в Севастополе Рашистской уничтожен. Так что у них действительно из-за КП, запасной защищенный командный пункт под Севастополем, тоже, которым пользовалось командование Черноморского флота, а сейчас флотилии остатков от флота, он тоже выведен из строя, враг не может им воспользоваться. И действительно корабли базируются на Вазовском море, корабли базируются в Новороссийске, часть кораблей они пытаются там разместить в Абхазии, ну и штаб, естественно, я так понимаю, штаб Черноморского флота, если он еще и остается в украинском временно оккупированном Крыму, то в незначительном количестве, потому что там нет ни возможности разместить полностью штаб ВМС, штаб флота, ни помещений, ни средств, ни сил для его размещения нет. Скорее всего, он уже тоже в большей части работает из Новороссийска. Поэтому вот ситуация такая, что Эрефия теряет еще и центр, военно-морской центр в Крыму, как систему управления войсками и как место дислокации бывшего Черноморского флота. Ну, а теперь два слова, буквально два слова, скажем, военно-политической обстановки, которая происходит вокруг нашей страны. Ну, надо отметить, что закончились выборы, второй тур выборов по Франции. Надо отметить, что Эммануэль Макрон удержался на плаву. Он действительно, выборы не закончились победой Мари Лепен, ее партии. Наоборот, она заняла всего-навсего третье место и у нее по количеству мандатов, ну, практически, наверное, наверное, самая маленькая среди больших партий. Ну, смотрите, первое место заняла левая коалиция, там много партий входит, это левая, это Народный фронт, 182 депутатских мандата. О центристской коалиции президента Франции Эммануэля Макрона вместе за республику 168 мест и украйне правое национальное объединение Марин Лепен и 143 места. Парламентского большинства не набрал никто. И, соответственно, если Макрон договорится с Народным фронтом, то у них будет парламентское большинство в национальном собрании, так называется парламент в Франции. И, соответственно, Эммануэль Макрон может предлагать кандидатуру премьер-министра, которая будет, естественно, его устраивать и будет лояльна к его политике. Я напомню, что Франция президентская республика, президентская парламентская республика, поэтому там президента полномочий довольно много. Единственное, что ему тяжело, президенту тяжело бороться с премьер-министром. Все-таки премьер-министр тоже имеет довольно большую власть в стране. Но, соответственно, когда лояльный человек и между президентом и премьером нету противостояний, то тогда и в стране все идет более-менее спокойно и гладко. А когда они из разных политических систем, то именно систем, то тогда возможно, конечно, трудности в управлении и, как правило, страну лихорадит. И это получается политический кризис, внутренний политический кризис. Но этого не состоялось. Все отмечают консолидацию, даже некоторые говорят, что у французского народа якобы есть прививка от фашизма. И привита еще в годы Второй мировой войны. И, видите, между первым и вторым туром, казалось бы, две недели промежуток, но левые партии все консолидировали свой электорат, во-первых, подняли их с дивана, и они пришли, явка была довольно высокая, и проголосовали. Соответственно, ну, кстати, Марин Липен уже высказала, что, типа, с ними там злую шутку сыграли, что вот они объединились, правильно, конечно, они объединились, они договорились, они объединились, чтобы не пустить ее, партию с ее взглядами, не пустить к власти во Франции. Вот, и не повернуть Францию в сторону диктатуры и в сторону Рашистской Федерации. Хватит нам одной империи зла. Вторую империю было бы пережить тяжело. Поэтому они консолидировались и показали, французы показали свое нежелание жить в диктатуре, нежелание двигаться в сторону фашизма, нацистских принципов, которые, некоторые из которых где-то близки партии Марин Липен. Вот, поэтому они проголосовали за левые партии, за левые объединения, коалиции. И в результате мы видим, что она, партия Марин Липен заняла только третье место на выборах во Франции. Так что, Франция спасена, так можно, наверное, сказать. Далее, Япония и Камбоджа вспомнили наконец-то о том, что, точнее, Камбоджа вспомнила о том, что они страна, которая имеет огромный опыт в плане разминирования местности после войны, там 30 лет была гражданская война в этой стране, так вот, Япония вместе с Камбоджей будут проводить работы по разминированию территории Украины. Об этом заявила глава Министерства иностранных дел Японии во время своего визита в Номпень в столицу Камбоджи. Она выразила уверенность в том, что страна, прошедшая через подобный опыт, сможет внести существенный вклад в разминирование территории Украины. Камбоджа считается одним из мировых лидеров в технологиях по разминированию. На территории Камбоджи, где почти 30 лет продолжалась гражданская война, были размещены миллионы мин. И они довольно неплохо с этим справились. Так что, видите, уже думают о том, как нам помогать в пост военный период. Далее, новый министр обороны Великобритании Джон Хилли не менее чем через двое суток после своего назначения на этот пост пообещал активизировать помощь Украине. То есть, Джон Хилли заявил об этом после встречи в Одессе с Владимиром Зеленским. Он приехал в Одессу, посмотрел и о чем сообщает официальный сайт правительства Великобритании и сказал, что, во-первых, он объявил о новом пакете помощи от Великобритании, который включает в себя артиллерийские орудия, четверть миллиона боеприпасов, то есть 250 тысяч снарядов и почти 100 ракет Бримстоун. Новый министр вороны также пообещал ускорить поставки вооружений, обещал в апреле, обещанных еще в апреле, чтобы доставить их в Украину в ближайшие 100 дней. Так что Британия, видите, остается не только приверженцем поддержки Украины, но и увеличением объемов поставляемых военно-технической помощи для наших сил обороны Украины. также кстати, также интересный момент, что Джон Хилли заметил в Одессе во время своего визита, он заметил, что британская поддержка Украине получит новый импульс с приходом в Вестминстер нового правительства. То есть он сказал, что новое правительство будет оказывать помощи больше. Ну и продолжается турне такое неоглашенное, неофициальное сейчас объясню турне Виктора Орбана по странам оси зла. Я бы так это назвал. То есть он поехал в Москву, а теперь поехал в Пекин. А дальше он из Пекина летит в Соединенные Штаты, где будет принимать участие в саммите и хочет там встретиться с Дональдом Трампом еще. Вот такое вот. В Европе очень резко осудили вот этот визит неоглашенный в Москву и в Пекин. Ну, во-первых, смотрите, когда Орбан был просто премьер-министром страны, члена Европейского Союза, он никуда особо не стремился ездить. Как только он возглавил Европейский Союз, это ротационная должность, с 1 июля по 31 декабря Венгрия возглавляет Европейский Союз. Он поехал с визитами. Киев приехал. Мы знаем, что он привез ультиматум от Путина с целью, чтобы мы капитулировали. Очень настаивал, настоятельно требовал, я бы даже так сказал, чтобы мы рассмотрели вопрос немедленного прекращения огня и начала переговорного процесса с Рашистской Федерацией. Кстати, вот интересно, как Орбан прокомментирует сегодняшний ракетный удар по Киеву, по детской больнице. Это жест доброй воли, да, такой в кавычках со стороны Путина и его клики фашистской с целью принудить нас к переговорам на условиях Рашистской Федерации, то есть капитуляции перед РФ, я думаю, что наоборот не дождетесь. Теперь вопрос переговорного процесса мне кажется в ближайшее время он вообще невозможен после таких военных преступлений, которые совершает Путин еще раз повторюсь, его фашистская клика. Так вот, после долгого с Путиным три часа Орбан разговаривал, встреча была при закрытых дверях, сказали, что встреча секретная, подготовка к встрече была секретной, и о чем говорили, говорили об Украине, говорили о как урегулировать кризис, они это даже не считают войной, кризис в Украине как урегулировать, но при этом ни Орбан, ни Путин не сказали как отреагировал, что именно сказал Зеленский при встрече с Орбаном на предложение о немедленном прекращении огня и начале переговоров. Создали как бы такую интригу. Ну, мы знаем официальное заявление нашего президента после отбытия Орбана из Киева, но тем не менее вот от Орбана и от Путина это об этом речь это не прозвучало от них именно. А что и соответственно они создали такую как бы интригу, напряженность в том, что существует ли разница между тем, что было оглашено Владимиром Зеленским публично и тем, что он сказал в ответ Орбану на его предложение, которое он привез от Путина, на путинский ультиматум, скажем так. Так вот, Орбан встретился с Си Цзепинем, тоже они там долго говорили при закрытых дверях, вот, но, что самое интересное, Си Цзепинь не поддержал так активно, как Путин, позицию Орбана и позицию Путина в вопросе урегулирования кризиса между Киевом и Москвой. Тоже Китай упорно ни разу не назвал войну войной. Он постоянно употребляет слово кризис. Так вот, председатель КНР Си Цзепинь заявил после встречи с Орбаном, что он не стал говорить об условиях перемирия в Украине, отметил только, что это нужно, для этого нужна позитивная энергия. А так он сказал, заявил, что международное сообщество должно способствовать возобновлению прямого диалога между Москвой и Киевом. это он сказал после встречи. Следующее, то есть он не высказал, даже не озвучил свое раннее, вот этот так называемый мирный план, ну если его так можно назвать, китайский, который озвучивался Си Цзепинем ранее. Ну такое впечатление, что Си Цзепин сделал два шага назад, то есть он как-то дистанцировался от этой клики Путин-Орбан в плане принуждения Украины к немедленному прекращению огня и капитуляции на условиях Кремля. Ну а у Орбана следующая остановка в турне это Вашингтон, где вот, как я уже сказал, он примет участие в саммите и хочет встретиться с Дональдом Трампом и обсудить план, ну там кстати я бы не называл его, ну все называют его план Трампа по прекращению войны России против Украины вот, а я сошлюсь на слова пресс-секретаря Трампа, она сказала, что когда начались разговоры, что у Трампа есть свой план, она сказала, да, план есть и вот то, что вы сейчас слышите, это абсолютно не тот план, вы себе даже не представляете, каков план Трампа по урегулированию ситуации в Украине, так сказала пресс-секретарь, поэтому трудно сказать, это план Трампа или нет, это план, который предложили его помощники, кстати, некоторые политологи не воспринимают его всерьез, говорят, что это такой пробный шар реакции мирового сообщества на именно такой вариант урегулирования вооруженного конфликта между Украиной, Россией против Украины. Ну, посмотрим. Европейский Союз резко раскритиковал, тоже, как я уже говорил, визит Орбана в Российскую Федерацию, заявив, что он действует исключительно как премьер Венгрии. Это очень важно, что Европейский Союз запретил фактически вдогонку к Орбану, они хором все, там, многие должностные лица, практически все из числа руководства Европейского Союза сказали, высказались о том, что Орбан поехал не как председатель, стоящий в Европейском Союзе, Орбан поехал как премьер-министр Венгрии, никоим образом не представляет ни в Москве, ни в Пекине интересы Европейского Союза. Так что, так что, ну и плюс при этом Пекин напомнили, опять же, лидеры Европейского Союза напомнили Пекину, что на Западе неоднократно подозревали и продолжают подозревать Китай в поставках в Раваршистскую Федерацию товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях, то есть для производства ракет, в частности, точнее, не ракет, а вооружений, вооружений, которое потом применяется по территории Украины против как военных, так и мирных граждан нашей страны. Ну, также непоколебимую поддержку Украине высказали новые министры в кабинетах министров Нидерландов, там в связи с уходом премьер-министра на должность генерального секретаря НАТО, естественно, произошло переназначение правительства, кто-то сохранил свои портфели, кто-то не сохранил, но в любом случае новые министры, новый министр иностранных дел, новый министр обороны заявили о том, что поддержка Киева остается неизменной и Нидерланды будут придерживаться того же курса в плане выделения нам военно-технической помощи, финансовой помощи, экономической помощи и любых политической поддержки. Так что Нидерланды тоже заверили нас в своем постоянстве и поддержке. Ну и пару новостей из-за поребрика. Что творится на болотах? А на болотах продолжается пожар в Воронежской области. Там позавчера беспилотник ударил по... Хотя Министерство убийства Рашистской Федерации отчиталось о том, что они все сбили. Но местные пишут, что было несколько взрывов на территории склада. Там склад 9000 квадратных метров заполненный под завязку боеприпасами начиная от стрелковых вооружений заканчивая ракетным. Началась повторная детонация. И соответственно этот склад уже третий сутки склад горит. Сейчас идет подгоренском районе идет попытка ликвидировать последствия чрезвычайно объявлена во-первых чрезвычайная ситуация. Во-вторых они пытаются его потушить или ликвидировать последствия. Но пока только началась эвакуация местных жителей с прилегающих населенных пунктов. Об этом сообщает губернатор Воронежской области о том, что начинает вывозить оттуда людей, гражданских людей, потому что детонация склада продолжается. Ну, я так понимаю, пока не сгорит, никто потушить не сможет. Ну, для нас очень хорошо, на фронте будет намного меньше боеприпасов. Склад, кстати, находится примерно в 140 километрах от Воронежа и расположен недалеко от села Сергеевка. Есть такой населенный пункт Воронежской области. Кто интересуется, можете посмотреть на карте, где он и что он из себя представляет. Так что детонация продолжается, склад продолжает гореть. Международный Олимпийский комитет допустил часть спортсменов из российской сборной по борьбе к Олимпиаде в Париже. Но вот эта часть, которую допустили, 10 российских борцов были допущены, они получили разрешение участвовать в Олимпийских играх, но при этом они участвуют как спортсмены нейтральной страны. То есть без флага и без гимна с олимпийской символикой и без названия указания страны и без исполнения гимна в случае получения призовых мест. То есть страна 404, как страница 404, которой нет, страна ошибка. Но они отказались ехать, в Париж. Почему? Потому что якобы не допустили всю сборную Российской Федерации до участия в этой Олимпиаде. Ну, как говорится, не едут баба с вазу, двигатель в курсе дела. Так что пусть не хотят, не надо. Нам еще легче. Меньше опасности будет представлять для окружающих в ходе проведения Олимпийских игр. Ну, и вишенкой на торте сегодняшнего военно-политического обзора будет рассказ рашистского военнослужащего, который записал один из рашистских военных, рассказав, что творится на линии фронта. О чем он говорит? Он говорит, что исчезнувших во время выполнения боевых задач военных командование не особо хочет вносить в списки пропавших без вести. А что они делают? Командованию невыгодно давать такой статус солдатам, вместо этого их записывают в дезертиры. Хотя человек мог просто погибнуть, и его тело могло остаться на поле боя. Так как они постоянно ходят в атаки, несут потери, потом возвращаются на исходные рубежи, то тела убитых остаются, но мы видели еще факты, они добивают своих раненых по ходу отступления во время после неудавшейся или захлебнувшейся атаки. Ну, а командование пишет, вот этих людей командование записывает не в пропавшие без вести, не в убитые, если даже есть свидетели, а записывает их в дезертиры. Вот так вот они, а дезертиру ничего не положено, наоборот. И получается, как говорит этот военнослужащий на видео, что вот так вот разложит на молекулы в каком-то окопе очередного героя СВО, а о нем не только не вспомнят, но и в предатели родины запишут. Вот так вот расистское командование поступает с некоторыми бойцами, которые погибли или пропали без вести на поле боя. Их относят к категории дезертиров, чтобы не производить никаких выплат. Ну, что ж, вот такой получился сегодня обзор, очень печальный, траурный, я бы даже сказал, в связи с таким жесточайшим обстрелом наших городов, и особенно Киева, и особенно того, что ракета, высокоточная ракета, Х-101, видите, там мы уже точно установили тип этой ракеты, попала в детскую больницу Ахмадин. И там есть погибшие и раненые среди детей, больных детей, которые проходили там лечение. Ну, разбор завалов продолжается, я так понимаю, он будет продолжаться до последнего камешка, до последнего, до последней возможности найти и извлечь, если там есть тела погибших, или, дай Боже, может быть, кого-то спасли и живых из-под этих завалов. Завтра в Киеве и в Кривом Роге и еще в нескольких городах объявлен день траура по погибшим в сегодняшнем ракетном ударе. Ну, я, как всегда, напоминаю тем, кто не подписан на мой канал, пожалуйста, подпишитесь. Те, кто смотрит это видео, пожалуйста, поставьте ему лайк, для того, чтобы вы могли увидеть большее количество людей. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова